Филадельфия против Техаса. Мэр пенсильванского города поприветствовал мигрантов, которых на автобусе отправили к ним из Южного Штата и осудил коллегу из республиканского региона на юге страны. В среду в Филадельфию прибыли сразу 28 человек, включая 10-летнего ребенка, девочку с обезвоживанием и высокой температурой, которую сразу же отправили в больницу. Это стало новым витком противостояния республиканцев и демократов, когда первые, пытаясь избавиться от наплыва переселенцев, самостоятельно определяют для вновь прибывших города убежище, причем обязательно в демократических штатах. Список формирует губернатор Грег Эббот, который уже отправлял мигрантов в Вашингтон и Нью-Йорк. Прибытие в Филадельфию не стало неожиданностью для городских властей. В прошлые выходные они провели встречи, на которых планировали как справиться с наплывом людей. Мэр Филадельфии Джим Кенни заявил, что город будет готов приветствовать их с распростертыми объятиями. Однако, когда автобус оказался уже в городе, мэра поблизости не оказалось. Мигрантов встретили волонтеры с теплыми одеялами и одеждой, готовые предоставить им временное жилье. Впрочем, позже Кенни все-таки выступил с заявлением, осуждающим действия властей Техаса. На прошлой неделе нам сообщили, что автобус примерно с 30 просителями убежища должен был прибыть сюда из Дель Рио, штат Техас. Эта информация была подтверждена вечером поздно, без координации предупреждения офиса губернатора Техаса Грега Эббота в пресс-релизе. Это не просто непродуктивно и разочаровывающе, это откровенно безответственно и бездушно делать это без предупреждения и координации, демонстрируя вопиющее пренебрежение к святости человеческих жизней. Печально и возмутительно, что губернатор Эббот и его администрация продолжают проводить свою жесткую и российскую политику, используя семьи иммигрантов, включая детей, в качестве пешек для бесстыдного продвижения своей извращенной политической программы. Мигрантами оказались граждане Колумбии, Доминиканской республики и Кубе. По состоянию на 11 ноября штат Техас разослал в города убежища более 13 тысяч человек. Среди пунктов назначения Нью-Йорк, Чикаго и Вашингтон, округ Колумбия. Так, например, в столице оказалось большинство более 8 тысяч человек. В Нью-Йорк отправили почти 4 тысячи иммигрантов и еще 1200 в Чикаго. Как утверждает губернатор Техаса Грег Эббот, так называемая автобусная стратегия показала себя эффективной. Ну а останавливаться Эббот не собирается до тех пор, пока, как он говорит, администрация Байдена не выполнит свою работу и не обеспечит техасцам и американскому народу устойчивую безопасность границ. В прошлом финансовом году американские власти пресекли более 2 миллионов незаконных пересечений границы. Это рекордный показатель, который отражает ухудшение экономических и политических условий в некоторых странах. А также относительную силу американской экономики и неравномерное применение ограничений на предоставление убежища, введенных Дональдом Трампом. Обсудим сложившуюся ситуацию с нашими гостями. Сейчас на прямой связи Дуглас Ривлин, директор по связям с общественностью Америка Свойс. Это некоммерческая организация, которая, собственно, помогает мигрантам. Здравствуйте, спасибо, что присоединились. Спасибо, что пригласили. А как вы оцениваете решения, принятые Грегом Эбботом уже, собственно, не в первый раз? Что можете об этом сказать? Грег Эббот – это будущий кандидат в президенты республиканской партии, и он делает основной частью своей повестки борьбу с миграционным кризисом, так называемым. На нынешних уже промежуточных выборах республиканцы планировали одержать огромную победу, этого не случилось, но Эббота переизбрали, и посмотрим, как дальше будет развиваться его карьера. Но вот эти меры, которые он применяет для того, чтобы, собственно, избавить, мы так понимаем, Техас от большого наплыва мигрантов и распределить их по стране, но выбирает он исключительно демократические штаты. Вот именно эту меру, как вы оцениваете, насколько это вообще человечно, и как можно это воспринимать? Послушайте, эмигранты еще до того, как попасть на южную границу США в Техасе, уже натерпелись огромное количество лишений. И я считаю, что они имеют полное право просить об убежище. Люди, такие как Грег Эбботт, дают, на самом деле, возможность этим мигрантам судиться со Штатами и этим способом получать разрешение на пребывание в стране. У большого количества этих людей есть родственники в США уже, и эти мигранты хотят не более, чем воссоединиться со своими близкими. И мне кажется, тот факт, что Эбботт сажает их на автобусы, по факту даже не вредит, а помогает мигрантам добраться до своих конечных целей и назначения. Здесь вопрос не об миграционной политике, скорее, а об амбициях отдельно взятого политика. Грег Эбботт пытается противопоставить себя Дональду Трампу, в первую очередь даже, хотя, казалось бы, Трамп это человек, который максимально против мигрантов. А почему тогда демократические штаты, куда, собственно, намеренно отправляет Эбботт, подчеркивая разницу политических взглядов, он отправляет туда мигрантов, не всегда тепло относятся к этим инициативам? То есть они поддерживают миграцию через южную границу, но, тем не менее, не всегда готовы принимать такое количество беженцев и мигрантов? Знаете, я не уверен, что демократы поддерживают политику открытой границы, это скорее искажение фактов со стороны республиканцев и ярых консерваторов. Мне кажется, что это очередная попытка как-то сделать из повестки миграционное и своеобразное оружие, такой меч, которым можно будет разить демократов. И в большом количестве республиканцы апеллируют касательно тех людей, которые якобы несут какую-то угрозу с собой с границы, хотя по факту людей вяжут без разбора, и это, в первую очередь, ограничение их права простить об убежище. И Дональд Трамп и Стивен Миллер, на самом деле, своими действиями за прошлую администрацию привели к разладу системы. Мне кажется, что нужно вернуться обратно к системе, которая была до изменений, которые привнес Стивен Миллер. И давно пора закрыть глаза на политику и противоборство красных и синих, и попытки как-то поставить вопрос ребром, а вернуться к какой-то политике, которая дает больше контроля, на самом деле, над границей. Например, сейчас людям с южной границы запрещают попадать на так называемые порты принятия, ports of entry. Суд недавно постановил, что теперь это нужно разрешить, и через 5-6 недель нам, на самом деле, удастся получить больше контроля над происходящим. Мигранты будут приходить именно вот в эти порты прибытия, в которых уже есть налаженные схемы, и можно будет работать вместе с организациями некоммерческими и адвокатами на общественных началах, чтобы иммигранты могли подавать реальные какие-то запросы на убежище. Я думаю, что сейчас миграционный вопрос – это все о политике, нежели чем о желании помочь людям. А как ваша организация касательно помощи помогает людям? Мы работаем над изменением миграционных политик на федеральном уровне, а также предоставляем непосредственные услуги помощи мигрантам, в том числе в Техасе. Мы пытаемся распространять истории, такие успешные, о принятии демократов. Вы должны понимать, что это вопрос не только в Техасе, это вопрос еще и во Флориде, и в Аризоне. Как вы показали в своем видео при подводке, на самом деле люди из нон-профитов, из некоммерческих организаций рады помочь иммигрантам и в Филадельфии, и в моем городе, в Вашингтоне, в Дистрикт Колумбия. И еще отцы-основатели задумывались об этой проблеме, конечно. Бенджмин Франклин из Филадельфии, кстати, задумывался о том, что слишком много немцев поступает на территорию США, и что у местных англосаксонов будут какие-то проблемы с этим. В итоге оказалось, что с немцами никаких проблем нет, и на самом деле страхи о миграции повторяются сейчас. И хочу сказать, что, например, новый сенатор от штата Пенсильвании, где Филадельфия расположена, уже затвитил сегодня, что мы хотим видеть эмигрантов в городе Братской Любви, это прозвище Филадельфия, и что они будут... город Филадельфия будет рад помочь этим людям добраться до своих семей и до исполнения своей мечты. Многие уже покинули город Филадельфия, сразу с автобусов отправились в какие-то другие территории. На самом деле вот эта радушность жителей Филадельфии и Массачусетса, Нью-Йорка и Вашингтона говорит больше, чем слова политиков. И напоминает нам о том, что Америка — это великая страна, которая готова помочь и защитить людей, которые столкнулись с действительно угрозой для собственной жизни, для людей, у которых есть угроза жизни от своего собственного правительства и затем от правительства новой страны, в которую они попали. Я сейчас говорю об Эббете, который запихивает людей в автобусы. И мне кажется, нужно больше делать упор на истории о волонтерах, которые помогают людям, которым помощь нужна больше всего. Спасибо большое за Ваш комментарий. Дуглас Ривлин, директор по связям с общественностью Америка свойств, коммерческая организация, помогающая мигрантам. Спасибо. И у нас есть еще один спикер, Брюс Маркс, адвокат, бывший член Сената штата Пенсильвании от республиканцев. Здравствуйте, спасибо, что присоединились. Спасибо. Брюс, собственно, это первый такой автобус в Филадельфию. Как Вам кажется, будут ли еще, учитывая тенденцию? Да, почему бы и нет. Огромное количество нелегальных имегрантов пересекает границу. Из Мексики в Техас, и Техас уже устал от этой ситуации. Это открытые границы, это демократическая политика, и попытки как-то обуздать ситуацию со стороны республиканцев встречаются с полным непониманием президентской администрации. Нет ни одного города, на самом деле в США, я Вам так скажу, который контролируется демократами больше, чем в Филадельфии. А я тут живу. А как вообще Вы можете оценить вот эту автобусную историю, которую ввел Эббот? Вот именно те методы, которые он предпринимает, и то, как это реализовывается? Знаете, решением здесь будет не посылание мигрантов в автобусах, а решение проблемы границы. У Трампа была неплохая мысль построить стену, через которую невозможно будет перебраться, хотя бы в больших количествах. Я считаю, что, естественно, можно рассматривать кейсы об убежище, это не проблема. Но мы видим с Вами по телевизору каждый день, что происходит. Тысячи людей переходят через границу. Вместо того, чтобы отправить их обратно в Мексику, их отправляют с хлебом и солью, встречают на территории США. И они никогда не вернутся в страну, с которой они пришли. Не факт, что им что-то угрожало у себя на родине. Это, на самом деле, печальная ситуация, что такой хаос происходит на границе. А есть ли какой-то, может быть, законодательные какие-то попытки все-таки распределить поток мигрантов по стране? Тех мигрантов, которые впустили в страну, но распределить их не в сторону больших городов, а снять нагрузку с Техаса, снять нагрузку с Флориды? Проблему это не решает. Проблема изначально, что эти люди не должны были попасть в США. Не должно быть открытой границы. Это абсурд. Граница на той границе, чтобы иметь какой-то барьер. А мы, по факту, позволяем нелегальным мигрантам отправляться в Калифорнию, Техас, Вермонт, Нью-Хэмпшир, да куда угодно. Проблема не в том, куда их отправляют. Проблема в том, что им позволяют просто пешком перейти границу и без всякого контроля. И я считаю, что Уэббот устал, и он понимает, что его штат несет бремя непропорционально. Так что вполне себе неплохое решение дать понюхать собственных политик, так называемых, демократическим городам, будь это Филадельфия, Нью-Йорк или Вашингтон. А как, кстати, в действительности в той же Филадельфии относятся все-таки к мигрантам? И вообще, если говорить о демократических властях, они говорят, что рады принимать мигрантов, рады помогать. Но готовы ли они на самом деле разделять с Техасом и Флоридой этот наплыв? Или все-таки это больше... Послушайте, конечно же, будут крайне левые политики, такие, как, например, предыдущий спикер, принадлежит к ней, «Голос Америки», «Американс Войс», переводите, как хотите. Вы знаете, естественно, у них есть своя какая-то повестка, и они не только рады позволить нелегальным мигрантам попасть в США. Но если вы спросите человека на улице, который идет по городу Филадельфия, то, я думаю, вам просто посмеются в лицо. У всех есть свои собственные проблемы, проблемы посерьезнее. Наркотики, криминал и так далее, инфляция. Дональд Трамп, на самом деле, если задуматься, имел неплохую мысль, что проблемы американцев должны рассматриваться в первую очередь. И чем добавлять проблем нашей стране извне, неплохо было бы сконцентрироваться на том, чтобы разрешить проблему внутри нашей страны. В первую очередь, нелегальная торговля наркотиками. И посмею вам напомнить, что люди, которые переходят к границу, это вполне возможно члены картелей и организованных преступных группировок. Я не говорю, что все они, люди, которые переходят к границу, это преступники. Но почему бы людям, которые переходят к границу из Никарагуа или другим странам Центральной Америки, не соблазниться на куш, нелегальной торговли наркотиками. Ясное дело, что не только женщины и дети попадают к нам на территорию, через границу. Есть и люди, которые вполне имеют в себе корыстные помощи. Но если все-таки возвращаться к ЭБЭТу, могут ли в действительности такие его действия помочь как-то изменить миграционную политику? Или это лишь будет вызывать раздражение и ничего более? Я бы не был сильно оптимистичен. Демократы контролируют Сенат, это уже точно. У нас либерал-президент. Мне кажется, что возможность была упущена, когда Трамп был президентом, когда республиканцы контролировали законодательные ветвы власти. Можно было провести реформы в то время, но касательно ближайших двух лет, я бы не был сильно оптимистичен. Президентские выборы в 2024 году будут жаркой битвой. Я думаю, что республиканцы вполне имеют шанс перевернуть ситуацию. Палату представителей уже была взята под контроль красных. Я надеюсь, что миграционная реформа в 2024 году будет одной из повесток президентской гонки. Дональд Трамп уже заработал себе большое имя в данной сфере. И прочие номинанты, такие как и Де Сантис, тоже будут иметь что сказать по этому вопросу. Де Сантиса переизбравили с разгромной победой. И будет интересно, что у именно Де Сантиса будет что сказать. Напомню вам, что у Де Сантиса огромное количество процентов голосов от мигрантов в Latino Community во Флориде. Республиканцы выиграли выборы в Майами. Если вы давно не были в этом городе, то заверю вас, что это испаноязычный город фактически. А есть ли какая-то точка кипения вообще в ситуации с мигрантами? Что должно такого произойти, чтобы действительно все политики обеих партий и третьих партий тоже задались вопросом, что же с этим делать? Что это может быть? Знаете, есть выражение в английском языке, чем хуже, тем лучше. Я не хотел бы подобного развития, чтобы какой-то ужасный факт произошел, какое-то преступление, которое бы открыло всем глаза. Но я думаю, что любой человек, который живет в Нью-Йорке, Филадельфии и Чикаго, знает уже, что безопасность и демократы — это слова из разных словарей. Так что, если посмотреть Fox News, знаю, у всех есть определенные предупреждения касательно этого канала, но видео говорит само за себя. Люди просто перебегают к границу, и у полиции, на самом деле, не хватает ни рук, ни сил. Я не знаю ни одной другой страны, на самом деле, если так задуматься, в которой бы граница была бы, извиняюсь, повернута влево и вправо. А в США мы видим это каждый день. Спасибо большое, Брюс Маркс, адвокат, бывший член Сената в штат Пенсильвании от республиканцев. Спасибо, что присоединились. Продолжение следует...